Ребята, всем привет! Небольшое ознакомительное видео про спиральный компрессор. Спиральник изнутри выглядит вот так. Он имеет две спирали. Как вы можете заметить, интересно, как их изготавливали. Вот здесь обработка похожая на токарную. То есть есть какие-то риски. Далее уже пошло похоже ЧПУ. Обработка цилиндрической фрезой концевой. До такого состояния. Изобрели спиральник очень давно. Но так как он должен иметь высокую точность изготавливаемых поверхностей, то промышленно выпускать их начали сравнительно недавно. Он обладает очень хорошими ценными качествами. Имеет весьма компактные размеры. Вот этот агрегат имеет мощность более 10 киловатт. Честно говоря, я не знаю, какой там расход газа при этом. Но давление, сами понимаете... В холодильной технике там и 20 и 25 атмосфер. И при всей своей компактности, большой мощности, он достаточно простой. Состоит всего лишь из четырех деталей. Основных четырех деталей. Это две спирали. Одна входит в другую определенным образом. Они не вращаются, то есть вращение не происходит. Они работают по эксцентрику. Вот эта шайба алюминиевая, она нужна, чтобы устранить проворот двух спиралей. Вот так вот, когда мы ее ставим, все. Здесь уже никакого проворота нет. Зато можно теперь двигать их таким вот образом. И на выходе мы будем иметь давление. Здесь еще нужна одна деталь. Это вал с эксцентриком. Она у меня тоже есть. И вот как она выглядит. Если мы зафиксируем вот так, то видно, что на валу есть эксцентрик, противовес. И вот этот весь кругляш, он вращается. Экцентрик входит вот сюда. Это подшипник скольжения и перемещает вот таким вот образом спираль. Можно даже слышать, что идет какое-то нагнетание. За счет плотного прилегания вот этих плоскостей, этой, этой и внутренних, там и там. То есть одно к другому прилегает. Образуется замкнутая полость, кроме входа и выхода. Вход в компрессор осуществляется по наружным виткам спирали. И так как диаметр к центру уменьшается, уменьшается и серповидная полость, которая замыкается. То есть она здесь образуется серповидная полость. И газ пошел, пошел, пошел по кругу к центру. В центре газ сжимается и выдавливается в центральное отверстие. Вот сюда. Такой вот, ребята, принцип действия этого компрессора. В принципе, все очень просто. Но детали требуют высокой точности изготовления и подгонки. Одного к другому. Иначе работать не будет. То есть это, по сути, как с роторным двигателем. Немножко износ произошел и все. Движок уже в утильне работает и не ремонтопригодный практически. Также здесь все должно быть точно от начала и до конца эксплуатации. Здесь в этот компрессор попало какое-то инородное тело. И нарисовало такие вот незатейливые красивые узоры. Из-за этого его заклинило. Причем заклинило его не на спиралях, а попал вот сюда мусор и заклинил ротор. Я его вымыл, он немножко отклинился. Но все равно толку уже с него не будет. Потому что зеркало спирали испорчено. Но как-то выкидывать жалко. Пусть лежат пока. Вот, по крайней мере, видео заснял. Хоть какая-то полезность. Возможно, кому-то будет интересно. Ну а так, в принципе, если в железке были целые, можно было бы сделать с них компрессор. Компактный, мощный, который много бы мог чего накачать. Но, видимо, не судьба, ребята. Кому интересны такие информативные видео разборок всяких интересных деталей, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока.